Всемирный боксерский совет WBC удовлетворил просьбу Tekken Promotions K2 Promotions и назначил поединок реванш между бойцами второго наикчайшего веса с Ресикат Сор Рунг Висаем и Романом Гонсалесом. Напомню, в первом поединке сенсационную победу одержал претендент из Таиланда раздельным судейским решением. Популярный боксерский портал WBN уведомляет о том, что поединок-реванш Андрю Уорда и Сергея Ковалева состоится 17 июня в Лас-Вегасе. Ссылаясь на неупомянутый источник, WBN утверждает, что Андрю Уорд решил предоставить шанс российскому панчеру в реванше. Напомню, первый поединок завершился и неогласным, но спорным судейским решением. Глава промоутерской компании Топ Ранг по парам выразил мнение, что Василий Ломаченко и до того, как Роман Гонсалес проиграл с Ресикат Сор Рунг Висаем и опустился в рейтингах, является лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. Для меня Ломаченко был номером один в фаун-фа-паун, даже до того, как Чоколатито проиграл. Это поражение ничего не меняет, потому что я считаю, что Ломаченко является одним из величайших бойцов, которых я когда-либо видел. Он просто невероятный талант. Неважно, выиграет ли Чоколатито бой или проиграет. По мнению Хули Зизара Чавеса-младшего, его противник Сауль Альварес ничего особенного за карьеру не добился. Побеждал либо мелких оппонентов, либо откровенных андердогов. Такое мнение сын легендарного бойца выразил в эфире ESPN Deportis. В ходе раскрутки мексиканской дерби в договорном весе, который состоится 6 мая в Лас-Вегасе. Мексиканский боксер Альфредо Ангула считает, что Геннадий Головкин не следует ждать согласия на бой Сауля Альвареса, а вместо этого предпринимать дальнейшие шаги в своей карьере. Кто такой канал и чтобы Головкин его ждал? Каждый должен следовать своей собственной карьере, а не зависеть от какого-то определенного бойца. Если команда Головкина хотят подняться в весе, то им следует это сделать. Не думаю, что это будет проблема. Головкин уже сделал себе имя и не нуждается в Альваресе. Британский боксер Билли Джо Сандерс продолжает подгонять Геннадия Головкина, чтобы тот поскорее подписал контракт обои. «Похоже, мне придется начать искать работу в Теско. Это сеть супермаркетов», – написал Сандерс в Твиттере, намекнув на то, что если бой с Головкиным сорвется, ему придется искать другой источник дохода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова